Международный проект «Послы русского языка в мире» запустил Государственный институт русского языка имени Пушкина под эгидой Министерства образования и науки России. Армавирки Арина Арушанян и Екатерина Алиметова заявку на участие в конкурсе послов заполнили в начале августа. Отборочный этап был заочным. На видео нужно было снять исполнение любимого стихотворения. По результатам этого задания девушки и еще 186 человек прошли во второй этап, оставив позади более полутора тысяч конкурсантов. Полуфинал проекта провели в рамках Всероссийского студенческого форума. Это одно из масштабных молодежных мероприятий 2015 года. Там у нас уже проходил второй отборочный этап. В качестве защиты нам предложили составить свой урок и продемонстрировать его фрагмент перед учащимися, в роли которых выступали участники нашей площадки. Мы с Екатериной выступали первыми и, как оказалось, задали высокую планку для остальных, показав фонетическую зарядку и работу со сказкой «Три медведя». Я очень люблю русский язык, так как, несмотря на то, что я армянка, я, родившись и прожив всю свою жизнь в России, впитала все самое ценное, что есть в русской культуре. И для меня сейчас очень почетно получить статус посла русского языка. Участие Армавира в международном проекте стало возможным благодаря работе в городе Культурного центра «Русский мир». Заявки принимались от студентов, аспирантов и молодых специалистов. Послы русского языка в мире – это именно та задача, которой мы призваны заниматься. Задача Культурного центра «Русский мир» – нести русскую культуру в самые-самые широкие слои населения. И поэтому, конечно, мы сразу же решили принять участие. И вот победили. Это большая честь, это большая удача. И когда мы приехали на студенческий форум, конечно, мы испытывали огромную гордость, потому что мы представляли наш город на таком высоком уровне. После финальных испытаний из 188 кандидатов выбрали всего 74 посла. Кстати, членами жюри были преподаватели Института русского языка имени Пушкина. Победителей в рамках видеоконференции поздравили заместители председателя правительства страны Ольга Голодец и министр образования и науки России Дмитрий Ливанов. Теперь девушкам предстоит большая подготовка в Москве и образовательная экспедиция в страны СНГ. Я очень люблю русский язык, люблю русскую литературу, культуру. Для меня это близко. Как было сказано организаторами программы, главная задача проекта, программы – это влюбить Россию и русский язык весь мир. В настоящее время, с настоящей политической ситуацией это очень важно, чтобы не забывалась русская культура, русская литература. Для меня важно, чтобы я смогла донести до людей красоту русского языка, чтобы они влюбились в Россию, в русский язык, так, как люблю – это я. Победа Армавира к международному волонтерскому проекте – это большой успех, учитывая серьезную конкуренцию. География участников охватила 70 регионов России, а также Украину, Белоруссию, Армению, Литву, Молдову, Испанию, Бразилию и Алжир. Свою первую командировку с посольской миссией девушки отправятся уже в конце октября. Ирина Рухлядка, Евгений Халманских, служба информации, канал РЕН-ТВ, Армавир.